Приветствую, друзья, всех на моем канале. Расскажу вам сегодня о InFocus M810. Смартфон недавно до нас добрался. Изначально он стоил, даже полгода назад, насколько я помню, порядка 300 долларов. Дорогой был смартфон. Почему? Потому что железо довольно-таки производительное. Snapdragon 801, конечно, это не топ, но до сих пор остается очень хорошим железом. При том, что здесь качественный дисплей, отличнейшая сборка и компания InFocus, возможно, кто-то не знает, постоянные зрители канала, читатели нашего сайта знают о данной компании, собирают на заводе Foxcom, там собирают много продукции, известных брендов, в частности смартфоны, собирают железо разное, Apple собирает там свои смартфоны. Все-таки там знак качества присутствует, несколько степеней проверки о данном смартфоне. У меня уже третий смартфон в руках, даже на тесте о данной компании. Скажу, что каждый по-своему смартфон классный. У меня нет особых претензий, даже отталкиваясь от стоимости. Сейчас смартфон стоит порядка 150 долларов. Смартфон действительно отличный. Что мне в первую очередь понравилось в данном смартфоне? Конечно же, цена. Всегда от цены мы отталкиваемся. У людей, у которых много денег, конечно, они не смотрят, покупают там Galaxy, там эти все последние, iPhone, у кого много денег. Обычные люди, которые привыкли считать свои деньги, с умом расходовать их, подбирают именно оптимальные для себя смартфоны, не переплачивая. Данный смартфон, друзья, стоит 150 долларов в среднем в Китае. Я скажу, что каждый доллар полностью оправдывает его стоимость. Здесь не за что стыдиться не производителю. Вы знаете, что вы тратите эти деньги с умом, действительно. В первую очередь отмечу дизайн. Дизайн классный, прикольный, закругленные рамки. Видите, у меня здесь как в золотом цвете, даже бронзово-матовая обработка. Очень качественно. Вот я его носил, никаких царапин не получил, ничего. Действительно удобно. Здесь полностью металл, никакой здесь не пластик. Это сразу чувствуется, когда берешь в руки, да, сейчас похолодало, и ощущаешь этот холод приятный. Я думал, будет проблема с навигацией, так как всегда металл, стекло не очень хорошо дружат, да, в связке. Но мои опасения не подтвердились. Это однозначно хорошо. И скажу сразу, что смартфон мне очень понравился. Опять же, отталкивает от его стоимости. По дизайну я сказал, здесь, друзья, одна сим-карта Snapdragon 801, частота 2.5 на ядро. Известное железо, классное. Adreno 330 видеооскоритель. Еще актуален будет, думаю, не один год данное железо у данного производителя. Конечно, есть своя фишка. Опять же, они свою оболочку используют, как большинство уважающих себя компаний, брендов, да, как Huawei, Xiaomi, Meizu. Это не просто какой-то там смартфон из подвала, который просто ставит голый Android или еще что-то. И просто потом иногда поддержит. Здесь, конечно, они молодцы, стараются. Давайте откроем лоток, покажу, как это все выглядит. В первую очередь, смотрите, друзья. Вот у меня стоит, правда, R-симка, я использую переходничок. То есть, здесь одна симка у нас, а здесь сверху расширение microSD. Заявлено 128 гигабайт. Ну, конечно же, сейчас редко у кого есть такие большие, такого объема. У меня есть 32, работает без проблем. То есть, видите, microSD. Одна симка, возможно, для кого-то будет минус. Было бы, конечно, классно, если бы их было две, но, опять же, одна тоже хорошо. То есть, динамик у нас для прослушивания сверху и снизу он одинаково выглядит. Да, единственное, по кнопкам. Если в темноте, сразу так не поймешь, только на ощупь за счет вот этой вот маленькой выпуклости. Красиво смотрится, элегантно. То есть, легко это нащупать. Даже в темноте, видно вам, да? Выточки красивые. То есть, здесь качелька громкости громче, тише. И кнопка включения. Тоже имеет насечку приятную такую, с легким бликом, когда свет попадает. Вот эти вставочки, как сейчас говорят, а-ля iPhone. Ну, никто их наперед не вынес, слава богу. Но, чтобы они сказали, что это уже полностью попугайничество. Ну, и о внешнем виде. Конечно, смартфон очень красив. Как я уже говорил, здесь я иногда, бывает, путаю, беру его в руки, да? И путаю верх ногами. Даже вот эти кнопочки, они подсвечены. То есть, сенсорные они обозначены в свете. Меню, назад и домой. Соответственно, имеют подсветку. Можно ее отключить, вот эту вот подсветку. Можно кнопки вообще отказаться и включить на экраны. Ну, возможно, кому-то будет удобно. Опять же, друзья, дело привычки. Вот, видите, я выключил. Сейчас у меня показалось, что у меня симка в смартфоне. И требует, соответственно, перезагрузки. Горячая здесь замена не предусмотрена. Кнопки выражены. Их видно хорошо. Имеют приятную подсветку. Не сказать, что она лунная. Ну, такая вот, знаете, приятная глаза. Не режущая. Такого, что вырви глаз. Динамик тоже приятный. Мне очень понравился по звучанию. Имеет, знаете, как вот средний баланс между вот басистостью. То есть, снизу иногда слышны у данного динамика. Ну, назвать, конечно, шикарным я не смогу. Но динамик очень хорош. Для прослушивания также я доволен динамиком. Он, конечно же, на своем привычном месте. Фронтальная камера. Все стандартные датчики приближения освещенности. Есть также световая индикация. Снизу находится точечка. То есть, пропущенные звонки, смс-ки. Ну, друзья, по локскрину хотел сказать вам, как это выглядит. Можно менять на свое усмотрение. То есть, здесь можно вправо поменять, что вы хотите. В частности, я погоду настроил. Видите, да? Если сюда перевести, камера запускается. Ну, и стандартно. Локскрин можно от этих значков тоже менять. По быстрому запуску, что вы хотите в первую очередь. Допустим, музыку, да? Перетащили сюда сверху камеру. Книгу контактов. Или фонарик, допустим. Хотите просто подсветить, да? Перевели по центру и сразу включается. Здесь можно включить фонарик, как обычно. Подсветить дисплей. Если не хотите сильно яркого, чтобы вам достаточно где-то что-то, да? За счет фона белого. Ну, и, соответственно, кнопочка SOS. Если нуждаться будете в помощи где-то, да? Это действительно возможно пригодится. Ну, и локскрин, конечно же, классно выглядит. То есть, он, видите, с такими вот эффектами. Поставил просто анимированную заставку. На мой взгляд, интересная. Тоже множество вот этих всех фильтров. Можете на свое усмотрение зайти в параметры и поменять. То есть, движение, как вы хотите, какие эффекты. Здесь много чего на свое личное усмотрение. Скажу по дисплее, друзья. Пару слов, так как не могу не сказать. Дисплей здесь просто отличный. Один из лучших, которых я видел. Меня часто спрашивают вот люди по поводу подписчики. Зрители просто пишут. Мне, да, сейчас я не имею возможности всех добавлять. Друзья, друзья, потому что очень много друзей пишут. И, опять же, все стандартные вопросы. Что мне выбрать? Что мне выбрать? Что мне выбрать? Знаете, у меня уже не то, что там морская болезнь. Меня просто начинает уже укачивать, когда люди одно и то же спрашивают. Я, друзья, выкладываю видео. Вы смотрите, проводите для себя параллели. Сравнивайте. За, против. И уже принимайте решение. Я могу, опять же, говорить от себя. То, что мне нравится. Да, у меня есть свои приоритеты. Приоритеты всегда в смартфоне. Я не могу сказать, что вот этот смартфон лучше, а вот этот хуже. Для меня свои приоритеты всегда в смартфоне. Поэтому смотрите сами для себя. Решайте, что вам ближе. Но скажу, что дисплей здесь классный. Один из лучших. Во-первых, имеет классный обзор. Но сейчас вам не видно, возможно. Но вот смотрите, я вращаю. И видите, здесь нет ни инверсии, ничего. То есть, вот я кручу. Ни под углом, ни под каким. Не уходит ни в фиолетовый, ни в синий. Даже минимально нет. Здесь очень качественный, классный Full HD дисплей. Дисплей LTS. Мне нравится вот эта золотая середина. То есть, это модификация IPS дисплея. Все, конечно, мы знаем, что TFT это все пошло. Но IPS считается уже привычкой. Сейчас редко кто может себе позволить даже дешевый смартфон не использовать какой-нибудь недорогой дисплей. Тем более, не использовать стекло. Здесь стекло Gorilla Glass стоит. Полностью покрывает панель. И тыльная сторона выполнена стекла Gorilla Glass. Красиво это выглядит. В моем случае черный цвет. Есть еще в золотом. Тоже необычно. Но, не знаю, на дело вкуса, конечно же, у каждого свои предпочтения по цветовым решениям. По поводу рамок. Рамки не толстые. Здесь порядка 2,5-3 мм. С учетом боковой грани, где-то в районе, наверное, 4 мм. Не более. То есть, выглядит смартфон классно. Кнопки эти также отключаются. Как я уже говорил. Статус бар. Удобен. Тоже можно его запускать с центра. То есть, это все от оболочки зависит. Нужно тянуться. Те, кто переживает, что 5,5 большая диагональ. Можно, друзья, просто вот так вот все это сделать. Но, опять же, предпочтение. Растянуть полностью. Посмотреть, что у нас есть. Или в строчку. То есть, вправо-влево. Менять на ваше усмотрение. Кому как нравится. Есть аудиоэффекты. То есть, здесь эквалайзер. Чуть позже вернемся покажу. Экономия батареи. Такая вот кнопка. Включаете. Понижается контрастность. Гамма становится ниже. То есть, продлевает жизнь батареи. Батарея у нас 2600. Батарея честная. Опять же, позже покажу вам скриншоты. И скажу пару слов. Батарея несъемная. Здесь у нас неразборное все. Конечно, с одной стороны это минус. Но, с другой стороны, это более компактный смартфон. Он не выглядит толстым. Каким-нибудь. Если взять рядышком лежащий OnePlus 2. Вот он такой вот. Даже, я бы сказал, чуть меньше. Но, опять же. Здесь тоже есть свои фишки. Но, опять же, ровнять цены их нельзя. 150 долларов и 400. С лишним долларов. Там 430 долларов. По-разному цены. То есть, это совсем разное железо. По фонарику я сказал, хорошее. Здесь также NFC есть модуль. Тоже, возможно, пригодится. Раздача Wi-Fi. Все стандартно. Нового здесь ничего нет. Единственное, здесь есть кнопка включения аудиоэффектов. Действительно помогающая при прослушивании музыки. Для меня очень важно, именно качество, важно звука. То есть, не только внешнего динамика. Это тоже важно. Но и в наушниках. Я довольно часто слушаю музыку и тестирую. То есть, мне есть с чем сравнить. Не считая себя там супер меломаном. Или какие-нибудь иметь специальные музыкальные уши. Нет. Но я много смартфонов переслушал. В частности, китайских, разных и дешевых, дорогих, средней ценовой категории. Скажу, что здесь звук, если брать по 10 балль, на твердую восьмерку. Здесь очень хороший звук. При том, что работает даже при стандартном, если взять, play music. Да, я не говорю уже о стандартном play, который более интересный. То здесь звук действительно интересный. Давайте я включу просто стандартную какую-нибудь песенку. Послушать. Хороший звук. Даже при том, что это стандартный плеер. То есть, я использую не его, а именно музыкальный. Тот, который идет непосредственно в оболочке. Здесь есть отличия. То есть, много. Здесь и эквалайзер своего рода есть интересный. Вот он включается вот таким образом. То есть, включает. Здесь все настраивается. То есть, по басам можно. По чувствительности уже есть пресеты. То есть, готовые. Можно отключить. То есть, важно здесь его включить, чтобы вы видели. Ну и здесь снизу также можно добавить. То есть, внешне то, что вы будете ощущать в наушниках, это важно. Потому что внешне это одно, а в наушниках совсем по-другому. Несмотря какие наушники, можно много всего включить здесь. Но слушать нужно, потому что разные композиции, как вы знаете, играют по-разному. Где-то больше вокал проявляется, где-то больше объема. Опять же, музыку разную я использую на тестирование. Там от Rammstein до классики. То есть, разную музыку. И поэтому это важно очень. Здесь мне понравилось. Ну, давайте, друзья, вернусь, наверное, к скриншотам. То, что я наснимал. Действительно, очень удобно. Мне нравится данная оболочка. Она и красивая, и удобная. И при этом, очень удобно пользоваться смартфоном. Это немаловажно. В наше время бывают, да, китайские производители, как вы знаете, много всего накидают. Да, железо, там камеры могут Sony поставить. Но много косяков, боков, так называемых, да, и с которыми нужно потом справляться. Не то, что там мириться. Нужно прошивать, что-то настраивать. Это все прекрасно знают. Ну, давайте, друзья, наверное, по галереи. Сначала, наверное, я начну с камеры. Скажу по камере. Камера здесь хорошая. Мне камера понравилась. Но сказать, конечно, что она идеально, я не скажу. Вот смотрите, есть такие моменты сблизи. Я снимал этого барашка. У меня он такой, как амулетик стоит. Подарили мне его. Видите, когда вспышка, да, достаточно ярко. Вот этот белый фон, он превращается, видите, в однородную такую вот. Ну, не массу, если назвать, да. То есть, гамма засвечена. Это не очень правильно. Здесь некорректно. Но в основном камера снимает очень прилично. Вот в полной темноте, видите, я снимал снимок. То есть, темно. Только работал от телевизора, да. Вот сблизи все хорошо видно. При том, что нет ни засвета, ни синего. А именно, естественно, как есть передал. Мне это понравилось. И правильно. Света много было в парке. Видите, здесь по углам даже так вот, как засвет. То есть, недостаточно насыщенно. При том, что вот, видите, здесь полностью темно. Очень хорошо работает линза. Я не знаю, какая здесь оптика. Я думаю, скорее всего, что-то в районе Sony. Да, так как сейчас точной информации нигде нет. Одни одно пишут, другие другие. Другое пишут. Скажу, что хорошая оптика. Двух... Не тоновая, а двойная светодиодная вспышка. Но работает корректно. И очень ярко при этом. Вот я вечерком уже снимал. То есть, снимки получаются классные. При том, что на таком дисплее действительно классно смотреть. Вот такой вот фонопарк. Я помню, еще с детства приехал. Мне очень нравилось. В детстве там жвачки. Кто помнит, более старшее поколение. Было действительно круто. Вот этот снимок мне очень понравился. Я помню прекрасно тональность вот этих лепестков. Они действительно вот такие. Они накрученные. Это, конечно, все бывает от дисплея. Когда смотришь, да, вот вы сами, друзья, понимаете. На дисплее это одно. Даже на монитор, когда скидываешь, бывают разные настройки у монитора. Это тоже по-другому может быть. Но вот я смотрю, как это есть здесь. И смотрю, как это... Помню по ощущениям, как это было вживую. То есть, очень приближено к реальности. И детали видны хорошо. Видно даже пыль на вот этих вот лепестках. Это придорожная. На него я также снимал вот этот смартфон. У меня где-то лежит он под боком. Не знаю, где-то я его убрал. Сейчас покажу. Ну, бюджетник. Просто, к слову, друзья, покажу. Вот этот смартфон. Будет на него обзор недорогой. Он там 55 долларов стоит. Дуги. То есть, на него я снимал, вот именно на данную камеру, этот смартфон. Очень неплохо. При том, что детализация остается хорошая. Смотрите, видно все вот эти мелочи. Камера. Я не скажу, что она или хуже, или лучше, чем Gion E-Live S7. Это конкуренты. То есть, цена примерно одинакова у данных смартфонов. Но данный смартфон имеет преимущество. Чуть дольше батареи. Она чуть дольше живет. Дисплеи примерно одинаковые. Вот. Ну, опять же, там глянет. Здесь стекло. Кому что предпочтительно. Этот, конечно, более выглядит премиально. Более стильно. Ну, при этом здесь на Dragon 801. Там 800. Конечно, этот смартфон предпочтительный. Также я снимал наушники. Те, которые я использую. То есть, тоже был обзор у нас. Смотрите, друзья, насколько классная детализация. При том, что снимал не то, что там, да, там по 20 фотографий один снимок. Это снимки были стандартные, как я обычно снимаю. Стараюсь выбирать правильный ракурс. То есть, чтобы свет правильно попадал. Я не считаю себя суперфотографом, да. Но стараюсь выбирать правильные ракурсы. Удобные для освещения. Чтобы было правильно. Видно все мелочи. Если есть какие-то недостатки. То есть, видите, старый вот такой вот автобус. Раритетный. Это все с лунопарком. Ночью снимал тоже неплохо. Есть несколько фильтров. То есть, это стандартно. Работа авто. Здесь столб, как обычно, подсвечивает. Да, стоянка с машинами. То есть, можно посмотреть. Ну, конечно, на номерах здесь видно чуть засвет. На этом номере. Так как специальное покрытие. Вы все знаете. На номерах, чтобы видно было в темное время суток. То есть, уже вечерком. Вот сложный снимок. Вот эти розы, как правило, бордовые. Тяжело фотографировать на разные камеры. Да, оптика не всегда бывает корректно подбирает. Потому что здесь все однородное. То есть, цвет, видите, алый такой. Бордовый даже слегка. И когда слишком много гаммы. Да, или цветность завышена. То однородная такая вот эта превращается картинка. Да, не видно уже этих разделений лепестков и так далее. То есть, здесь все было хорошо. Вот этот снимок мне очень понравился. Правильно в цвете. Это уже было к вечеру. То есть, солнце заходило. Действительно, уже так, видите, более потемнело. Здесь более желтоватое все. На самом деле, так как есть. Это не искажение. Это именно не, как рисует дисплей. А именно так вот и было в реальности. Мне это понравилось. И хорошее, видите, вот еще один снимок. То есть, уже вечереет. Желтенькое все, как правило, на закате. Вот, еще листья. Хорошая детализация. Хорошая гамма. Мелкие вот такие вот объекты. Вот ползучий солдатик, так называемый. Тоже снимал смартфон данный на данную камеру. Хорошая, действительно, детализация. Здесь, опять же, как я всегда отталкиваюсь, от 150 долларов. Даже лучше, чем должно быть. Смотрите, оса. Видно, как классно. Вот, я ее не в динамике, а в статике фотографировал. Со вспышкой, правильной цветопередачей. Вот рис, вот он такой есть. Он не какой-нибудь там белый. Он слегка такой желтоватый. Вот, но это работа вспышки. Вот еще сблизи магнитик, даже не магнитик, игрушка видно. Здесь даже видно какая-то, даже слегка грязь вот на шапке. То есть, вот это все видно. Это действительно очень хорошо, когда оптика так справляется. Бывает, да, мелкие недочеты, но они мелкие. То есть, они незначительные. Вот, цветочек на окне растет. То есть, вот работа, друзья, вспышки, о чем я говорил. Двойная вспышка. Тот коридор, который я всегда снимаю. В принципе, достаточно освещенности. Видно неплохо, да. Бывает, конечно, получше, то есть, поярче. Опять же, параллель проводить с Zhiyun. Alive i7, да, конкурент, можно сказать, этому смартфону. Там ярче эта вспышка была. Но здесь более естественно. Ну, здесь чуть поярче, чем должно быть. Но, в основном, фотографии получаются очень приличные. То есть, правильные. Мне камера тоже здесь понравилась. Очень хороша. По автономности, друзья. В принципе, все ожидаемо. Батарея 2600, при яркости 50%. У меня проработал смартфон 3 часа 40 минут. В принципе, показатель средний. Здесь 2% осталось. У нас батарея ровно садилась, равномерно. Не было там провалов, ничего такого. Видите, вот она так правильно шла. Здесь маленький скачочек был вверх. Когда я подключал USB, скидывал музыку буквально на минуту-две, не более. То есть, у меня он проработал практически 2,5 дня. При не сильной нагрузки, можно сказать, ниже среднего использовал звонилку. Интернет как раз сфотографировал на данную камеру, тестировал ее. Прогонял все тесты программы, которые я обычно использую. Слушал музыку довольно-таки немало, много. Из интересного будет текстовый обзор также на нашем канале с тестами, как и обычно. По настройке дисплея есть несколько функций. То есть, можно стандартный, динамический выбрать и градацию. То есть, светлости, как вам нравится, от холодного до теплого. То есть, такой или нормальный, то есть, сбалансированный. Android 4.4.2. Из коробки идет. Сейчас можно поставить, даже обновиться на Lollipop. Но там, пока на английском языке, я не стал ничего шаманить. Показывал вам, как есть. При желании, можно поставить Lollipop, перевести на русский. И будет, на мой взгляд, наверное, еще интереснее. Но, опять же, даже с этим, как есть, меня все полностью устраивает. И цветность, не видно, знаю, возможно, вам, скорее всего, из-за камеры. Моей цифровой вот этой вот. Но, друзья, цветность очень правильная. Даже, вот я бы сказал бы, выверена. Мне это нравится. Здесь, конечно, все от дисплея. Вот обновление было, то есть, у меня было найдено. Но я его не стал ставить, потому что подсчитал, что на английском языке. Я не стал уже заморачиваться, чтобы потом менять. На стандартном плейере есть множество фишек. То есть, технология Shake, да, когда музыку слушаете, встряхнули так вот смартфон. И слушаете следующую композицию. Действительно удобно. Настроить можно также по экономии, то есть, сбалансированно. Понизить частоту процессора, понизить яркость. То есть, какие-то фоновые отключить уведомления в статус-баре. Статус-бар я вам показывал, друзья. Погода тоже, кстати, корректно работает. Единственное, работает погода с GPS. То есть, с Wi-Fi не хочет дружить, только при наличии GPS. Но работает очень точно и правильно. Qualcomm Snapdragon, конечно же, 801. Здесь все стандартно. Датчики, как правило, датчики, видите, в основном все Bosch'овские. Интересно. Вот сенсор только другой. А так все Bosch. То есть, тоже не стали экономить на этом. Камера фронталка у нас 5, основная 13. О фронталке не сказал. В принципе, камера хорошая. Честно, 5 мегапикселей. Точно же такая же хорошая камера, как основная. Плотность 480 dpi. У нас вес 140 грамм. Здесь все честно заявлено. Ничего не выдумано. О процессоре я уже говорил. 4 ядра. У нас 32-битный процессор. Qualcomm Adreno выделял. Full HD дисплей. Все повторяет. В принципе, 16 гигабайт у нас, друзья. Напомню памяти. Но есть расширение. Вы видели. Я показывал в начале слот. Можно расширить еще. Кому мало. Цифра в Antutu порядка 40 тысяч. Мультитач у нас на 10 касаний. По Wi-Fi все хорошо. В принципе, стандартно ожидаемо. По GPS я изначально даже слышал некоторые отзывы. Люди мне писали, что не очень хорошо. То есть, какие-то были жалобы. Вот работа GPS-навигации, друзья. На улице 22 спутника найдено. 17 задействовано. И 3 метра точность. В принципе, хорошая работа навигации. Спутников достаточно, я считаю. Здесь и GLONASS работает. По этому я уже показывал, что можно. То есть, эффекты какие можно включить. Пресеты уже. Единственное, вот эту фотографию не показывал. Что можно включить еще. То есть, помимо наушников, стандартных вкладышей. То есть, больших наушников. Помимо этого можно использовать именно и Bluetooth-колонки. Но чтобы звук более корректно распространялся. Здесь они, конечно, молодцы поработали. Так как я говорил, будет еще текстовый обзор на нашем канале. Действительно классные, приятные тона. Вот если по цветности, посмотрите, друзья. Просто насколько классна цветопередача. Вот я говорю о градации. То есть, здесь нет вообще ее. Настолько классные углы обзора. Приятно смотреть на картинки. Вот именно на таком вот дисплее. Ну, а вот, друзья, нет воспитывающего. Немножко вам покажу. Действительно интересно. Стали сейчас выпускать гонки разнообразные. Такие, я бы сказал, более реалистичные. Опять же, подключают живых оппонентов. Видите, здесь живой человек с рейтингом, с ником. Не просто так гоняете вы, как сам собой. Там с ботами, с не особо умными. Здесь, конечно, стало интереснее. Но, опять же, при наличии интернета, сейчас у всех Wi-Fi. Смотрите, графика, насколько классно стало уже выглядеть на мобильных устройствах. Здесь работает, то есть, и датчик можно включить. Главное, не прозевать. Вот, 3, 2, где-нибудь в шкале. Все, нормально, стартанули. Ну, и поехали. Можно управлять обычно, удобно, не по экрану. Смотрите, графика, на мой взгляд, даже круче стала, чем асфальт 8. Главное, следить за оппонентом. Дорога длинная. Помимо оппонента, здесь также присутствуют попутки всевозможной машины, которые желательно объезжать, чтобы вам не мешали. Ну, когда недостаточно. Ай, видите, такси нью-йоркское. По прямой желательно нажать вот такую кнопочку. Чтобы как-то побыстрее врагу добраться. Так как здесь все враги, большой город, разной миссии. Ну, видите, работает быстро-шустро. На Snapdragon все до сих пор летает. То есть, видите, здорово. Ну, и здесь можно тоже добавить чуть-чуть. Наверное, я не успею его догмать. Игрушка типа Д-Триггера. Классная графика. Много эффектов. Видите. Здорово. Я бы даже сказал, что она чуть сложнее и более требовательная. Железо, так и более красивее. Локации чуть пообширнее. Ну, в принципе, похожая. Здесь обучение поначалу. Не знаю, почему. Я уже нормально поиграл. Наверное, не загрузился. То есть, по мишеням стрелять. Ну, стандартно. То есть, вы не нажимаете ничего. Находите зомбаков и кладете их. То есть, видите. Здорово. Нарисовано. Красиво. Множество эффектов. Ну, вот. Там попутно какие-то лежат. Они такие, как Blady. Видите. Не умирает так, а рассыпается. Как прав. Видите, как прав рассыпается. Ну, классно сделано и красиво. Вот такая вот игрушка. Кому интересно, в принципе, с маркета можете скачать. Он Unkilled называется она. Попутно у меня какая-то ерунда. Тут браузер установился. Любит сейчас Google попутно вешать какой-то хлам. Ненужный. Ну, вот так вот, друзья. По поводу нагрева. Здесь нормально, не греется безумно. Подогревается почему-то вот в этой области. Вот здесь вот где-то вот справа подогревается. Да, на тыльной стороне, я бы даже сказал, как обычно. И сверху, как обычно. Наверное, где-то здесь вывод какой-то на типу идет. Или процессор здесь находится. Вот. Но я не сказал бы, что здесь горячо. Да, здесь хорошая оптимизация. Оптимизация. Я игрался, наверное, минут 40. И в Need for Speed игрался. И в эту игру играл. И довольно-таки неплохо. Я не испытывал дискомфорта при нагреве. Это мне понравилось. Возможно, из-за оптимизации. Возможно, из-за конструкции. Ну, друзья. Подводя итог по данному смартфону. Скажу, что смартфон отличнейший. Я редко использую смартфон. Да, термины отличнейший. Потому что смартфон всегда имеет свои недостатки. Да. На данном смартфоне, да. Кому-то хотелось бы, возможно, вторую сим-карту. Но от стоимости смартфона 150 долларов. Я скажу, что здесь он оправдывает каждый потраченный доллар. Действительно, друзья. Отличный дисплей. Отличный звук внешний. Отличный звук в наушниках. Я бы сказал бы, просто классный. При хорошей настройке, правильной, да. При хороших наушниках. Звучание, как у топовых, классных смартфонов. Я не знаю, здесь ли есть чип аудио выделенный. Но звучание здесь отличнейший. Приятный дизайн. Мне нравится. Красивый, удобный. Да, здесь непрактично. Потому что стекло, видите, отпечатки пальца будут собираться. Но, опять же, олеофобное покрытие. По заявлению производителя, здесь стекло используется. Горилла глаз. То есть, возможно, к царапинам будет более стойкое. Ну, использовать, конечно же, можно на дисплей какой-нибудь чехол надеть. Да, заднюю, тыльную сторону прикрыть. На дисплей можно бронестекло или еще что-то. Сейчас это все есть. Опять же, можно приобрести. Но скажу, что смартфон действительно один из лучших. Действительно, редко бывает так, что смартфон доставляет, правда, удовольствие. Это действительно редко такое бывает в наше время. Особенно китайские смартфоны. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, вы для себя всегда полезное что-то извлекаете. Так как мне пишите в сообщениях, что благодаря какому-то моему обзору что-то для себя выбрали, определились. То есть, мне приятно, когда я помог кому-то определиться с выбором смартфона. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Понравилось, отметьте видео лайком. Позитива, мира. Пока. Проверка, друзья, качества видео. Смотрите. Ботекс 99 гривен. Ой, смех и грех. Проспект Медаургов. Уже вечереет. Это проспект, друзья, самый длинный. И вот, смотрите, мусорка просто посреди проспекта. Зато все в синьо-желтом. Вот такая вот политика. Музыка.